Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. И тема нашего эфира – контроль торговой деятельности на территории Московской области. Сегодня в нашей студии гость Сергей Крылов, начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы. Добрый вечер! Добрый вечер! Такая у вас должность, очень сложно воспринять. Кто вы? Чем занимаетесь? Я так понимаю, что слово «антимонополия» можно нашим телезрителям не объяснять, но чем занимается ваша служба? Расскажите нам. На самом деле спектр полномочий антимонопольной службы достаточно велик. Это и контроль госзакупок, это и контроль за действиями либо бездействиями органов власти, субъекта Российской Федерации, так же и муниципальных образований. Соответственно, это и контроль за распространением рекламы, то есть есть соответствующий федеральный закон о рекламе. Вот соответствующие полномочия также и прописаны непосредственно там, что касается антимонопольной службы. Также это вопросы, связанные с злоупотреблением хозяйствующими субъектами в своем доминирующем положении на рынке. В том случае, если такие злоупотребления выявляются, так же антимонопольная служба соответствующие меры антимонопольного воздействия применяет. Кроме того, я думаю, что многие, наверное, слышали и не раз такое понятие, как картель. Другими словами, это сговор. Сговор – такое достаточно серьезное нарушение, которое очень негативно влияет в целом на ситуацию на любом рынке. Очень много сговоров мы фиксируем или картелей при проведении торгов в рамках 44-го федерального закона. Ну и так далее и тому подобное. А что касается непосредственного подразделения, которого возглавляю я, мы, конечно же, занимаемся вопросом контроля за торговой деятельностью. Это основное направление нашей деятельности, в рамках которого мы осуществляем контроль на территории Московской области, в том числе за, скажем так, развитием в рамках действующего законодательства торговых сетей. – Давайте обо всем по порядку. Каждый, конечно, из нас, как потребитель, ходит в магазины. Но я думаю, что не особо задумываются вообще, что любая торговая точка находится под вашим пристальным вниманием. Вообще, насколько вот ваше внимание действительно пристальное? – Ну, если говорить про торговые сети, здесь необходимо заметить, что все-таки есть определенный предел их развития. Он устанавливается в виде 25% от объема реализованных продовольственных товаров на территории каждого муниципального образования Московской области. Этот барьер превышать ни в коем случае нельзя, в том случае, если он превышен. Если открывается торговый объект новый у торговой сети, который превышает 25%, в таком случае здесь уже непосредственно включаемся мы в работу. Мы готовим соответствующие исковые заявления и направляем их в суд с целью признания сделки недействительной. Мы говорим, как правило, о том, что торговая сеть все-таки заключает договор аренды. Это, как правило, для того, чтобы там разместить свой торговый объект, магазин. И мы выходим в суд, чтобы признать эту сделку недействительной и чтобы, соответственно, расторгнуть этот договор и тем самым закрыть этот магазин, который был открыт в нарушении закона. В целом, если говорить о порядке подсчета этой доли, он достаточно простой. Он также установлен нормативно. Данные о всех объемах реализованных продовольственных товаров, они стекаются в службу статистики МОССТАТ. Соответственно, каждая торговая сеть туда отчитывается. Мы, в свою очередь, также запрашиваем информацию у каждой торговой сети об объеме реализованных продовольственных товаров на территории каждого муниципального образования. И путем нехитрых вычислений понимаем долю каждой торговой сети. Ну, соответственно, если она превышает, я уже сказал, что мы делаем в таком случае. Этот мониторинг, эту работу мы проводим ежегодно, потому что все-таки Московская область достаточно, скажем так, активный регион, который очень действительно серьезно развивается. И здесь необходимо все-таки мониторить эту ситуацию очень активно. И если говорить про практику, действительно, очень активно мы над этим направлением работали, это где-то 16-17 года. Там мы закрыли несколько магазинов известных торговой сети, которые были как раз открыты в нарушении. И сейчас у нас тоже достаточно активная работа идет. Мы как раз сейчас подали около четырех исковых заявлений. И, грубо говоря, судимся с одной из известных торговых сетей для того, чтобы закрыть, по нашему мнению, излишне открытые магазины. А вообще, кого контролировать проще? Сети или отдельные торговые точки, которые индивидуально предприниматели, например, принадлежат? И вообще, насколько кто дисциплинированнее? Сети или все-таки вот такие? Вы знаете, по-разному на самом деле. Почему? Потому что в целом, если говорить про, что такое сеть, есть соответствующее определение. Оно также закреплено в 381-м федеральном законе. Вкратце он называется «Закон о торговле», в котором указано, что сеть – это два или более торговых объектов, которые торгуют под одним наименованием. Либо же, которые относятся к одной группе лиц. Соответственно, достаточно рамки узкие, в принципе, два и более магазина. То есть, если у предпринимателей есть два магазина, это уже торговая сеть. Что касается вопросов контроля, ну, наверное, проще все-таки это дело, когда торговая сеть достаточно большая. Потому что по нашей практике у нас бывало такое, что и маленькие торговые сети, они порой, ну, действительно маленькие, которые могут быть только в одном субъекте. Точнее, даже в муниципалитете в одном. Они порой даже некоторые не слышали, что такое закон торговли, и что они подпадают под его, скажем так, влияние, и они должны выполнять его требования. А вообще, насколько сами, я их назову, торговые точки, так скажем, знают вообще все вот эти законы? И как-то вы их вообще как-то, не знаю, информируете, учите чему-то, ну, какие-то, не знаю, откуда они должны все это узнавать, чтобы быть все-таки правильно вести бизнес? На самом деле, безусловно, мы очень часто проводим и круглые столы, и различного рода встречи, совещания. Это как раз работа проходит в рамках адвокатирования конкуренции, подобного рода эфиры. Это также, я думаю, что влияет на эту ситуацию в положительную сторону, потому что мы все-таки пытаемся максимально объяснить, разъяснить предпринимателям и просто хозяйствующим субъектам, чтобы они понимали, что есть определенные нормы и требования, которые необходимо действительно соблюдать. А вы также контролируете и нестационарные торговые объекты. Я помню, как в 90-е торговали все везде, где хочется, и вообще как-то такой беспредел некоторый. Сейчас все-таки наведен достаточный порядок, и каждый также нестационарный объект находится на учете. Совершенно верно. Действительно, очень большая работа была проделана. Вы совершенно правильно заметили, в плане того, чтобы упорядочить эту систему. И сейчас размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с схемой их размещения, которая утверждается в каждом муниципальном образовании, в каждой администрации. Рассчитывается там тоже по определенной формуле, именно их количество. Есть определенные коэффициенты минимальной обеспеченности населения как раз теми или иными товарами. Исходя из этого, уже муниципальное образование формирует эту схему размещения национальных торговых объектов и, естественно, ее публикует. В дальнейшем, как это происходит сейчас, непосредственно проводится аукцион. Для того, чтобы определить победителя, с которым заключается договор как раз на размещение того или иного торгового объекта как раз опять-таки в рамках этой схемы. Вот здесь как раз нужно обратить внимание на то, что раньше было совсем по-другому. Раньше было совсем по-другому. Было такое время, когда и места предоставлялись просто по письменному заявлению того или иного предпринимателя и так далее. Естественно, никаких там отборов либо конкурентных процедур их просто не было. После этого были введены конкурсные процедуры. И здесь как раз мы зафиксировали достаточно большое количество жалоб, которые поступали в антимонопольные органы. В основном предприниматели желались на то, что их не допускают к проведению конкурсных процедур, потому что они не могут выполнить определенные критерии, по которым их отбирают или оценивают. Мы, естественно, оперативно посмотрев эту ситуацию, поняли, что действительно существует очень огромная проблема. Существуют, скажем так, антиконкурентные критерии их отбора. Один из таких наиболее частых встречающихся примеров, я, конечно, приведу, безусловно, это как раз требование о том, чтобы у предпринимателя уже было оборудование, с помощью которого он будет торговать в том или ином месте. Но, как мы с вами понимаем, это же конкурсная процедура. Никто же заранее, по идее, не должен знать, кто победит, а кто не победит. Поэтому наличие оборудования, в принципе, это достаточно субъективная вещь. То есть человек должен потратиться, купить его, а если он не выиграет, зачем ему это оборудование нужно. И так далее и тому подобное. Соответственно, эта ситуация нам очень не понравилась. Мы совместно с правительством Московской области перевели эти процедуры из конкурсных в аукционы. Это было где-то в районе 2017 года. Здесь мы увидели улучшение, действительно. И больше все-таки пополнялись местные бюджеты, потому что это были торги. Торги, естественно, за право размещения. Они идут на повышение первоначальной стоимости каждого лота. Но при этом мы также очень часто фиксировали нарушения, которые были связаны непосредственно с процессом проведения этих аукционов. Но все-таки нужно понимать, это человеческий фактор. И люди совершенно по-разному тоже имеют представление, как их проводить, как их делать и так далее и тому подобное. И уже после этой ситуации мы опять-таки продолжили, вернулись с коллегами к решению этого вопроса. И все-таки попытались перевести эти аукционы в электронную форму. На данный момент это самый все-таки, наверное, конкурентный способ в принципе каких-либо торгов. То есть это аукцион в электронную форму. И по результатам, конечно, все-таки мы увидели определенные позитивные моменты. Но прежде всего, что касается нас, у нас стало просто меньше жалоб. Они, конечно, есть, но все равно по сравнению с тем, что было, в общем-то, это можно сказать, что их нет. То есть я понимаю, вы тоже все время совершенствуетесь, меняетесь, что-то улучшаете. Успевают подстраиваться под все это те люди, которым приходится в этом участвовать? Вы знаете, не всегда, к сожалению, мы все-таки определенные срезы делаем, определенные мониторинги проводим. Для того, чтобы понять, как в целом ситуация какая с этим вопросом. К сожалению, нужно сказать, что все-таки не все очень оперативно перешли на эту платформу. Ну, скажем так, вопрос цифровизации в целом, как бы в нашей стране, он достаточно актуален. И здесь все-таки электронные аукционы – это действительно самый конкурентный способ. В том числе и там сложно сговориться, как я уже говорил раньше, то есть создать некий картель и так далее и тому подобное. Но мы, безусловно, как я всегда коллегам поотсказываю, мы очень активно сотрудничаем с правительством Московской области в этом вопросе. И я думаю, что в итоге все будет хорошо и все, соответственно, перейдут на эту форму предоставления права. И, в общем-то, будет это максимально понятно и доступно каждому предпринимателю. Ну, а со своей стороны, конечно же, когда мы запускали эту машину для того, чтобы переделать этот порядок предоставления места в каждом муниципальном образовании, мы со своей стороны все-таки разработали постановление, я прошу прощения, положение, в котором мы как раз отразили основные моменты, как нужно проводить эти аукционы. Не то, что просто взяли и сказали, все, теперь аукционы проводите, как хотите, а, естественно, проработали положение, которое каждая администрация, в принципе, может применить уже у себя, утвердить соответствующим либо постановлением, либо решением главы и уже применять это положение непосредственно на практике. А это вообще только в нашем регионе или это вообще так по всей стране сейчас? Вы знаете, к сожалению, на федеральном уровне это до конца не закреплено все-таки. В основном, на тот момент, когда мы это делали, мы были одни из первых, в принципе, в Московской области, что касается нестационарных торговых объектов по всей России. Ну и, конечно, не могу не спросить о нашем Ленинском городском округе, так как вы гость сегодня нашего округа. Вообще, насколько хорошо знаете территорию нашего муниципалитета и вот как оцениваете ситуацию? Вы знаете, в целом ситуация достаточно неплохая, что касается жалоб, если с этой стороны посмотреть, жалобы были. Это было достаточно давно, это 16-17 года. Что касается порядка размещения, порядка предоставления царно-торговых объектов. А жалобы от кого? От предпринимателей. А, от самих предпринимателей. Да, как раз от самих предпринимателей, которые посчитали, что их заявки, которые они подавали, тогда еще были конкурсы, участие в конкурсе, они были отклонены необоснованно. Соответственно, это было рассмотрено, опять-таки, комиссионно, в антимонопольной службе и там принято решение, соответствующее. И, насколько я помню, там даже были предписания, потому что зафиксировали, по-моему, факт нарушения, если не ошибаюсь. Ну, и если говорить про настоящее время, вот прям сегодня тоже поступила жалоба, мы, к сожалению, я не могу раскрыть, что там такое написано, потому что она только поступила, она находится в процессе рассмотрения, но мы обязательно... В любом случае, вы реагируете на любое обращение? Конечно, на любое обращение, только самое главное здесь, если мы говорим про обращение, тоже нужно обратить на это внимание, чтобы все-таки люди не тратили время впустую, потому что есть административный регламент у антимонопольной службы, он как раз разработан и для предпринимателей, и просто для жителей Московской области и так далее. Этот регламент как раз предусматривает порядок, как нужно подавать обращение. Это тоже очень важно, потому что можно, если подать его не по правилам, которые там установлены, то есть фактически у нас это обращение останется без рассмотрения, поэтому я всегда призываю и обращаю внимание людей для того, чтобы все-таки процесс не затягивался, а достаточно быстро, оперативно рассматривали. Необходимо, конечно, все-таки готовить свое заявление, исходя из тех требований, которые установлены законом. Но вот частенько такое бывает, что люди просто даже банально не подписывают свое обращение, а подпись, она также необходима. Ну и частенько очень не указывают ту информацию с ссылкой на законодательство, которое, по мнению заявителей, все-таки нарушено. Такое тоже бывает. У вас есть сегодня возможность обратиться к нашим предпринимателям, возможно, есть вам что им сказать? Ну, если говорить про нестационарно-торговые объекты, все-таки здесь, конечно же, нужно обратить внимание на то, что если вас, как вы считаете, необоснованно отклоняют ваши заявки, при которой вы подаете на участие в аукционе, то, конечно же, вы можете обратиться, это ваше право в антимонопольную службу. Мы в оперативном порядке, там процедура очень, на самом деле, сокращенная, она там в районе недели буквально. Оперативно рассмотрим ваши заявления и примем меры, если там будут соответствующие нарушения. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что телезрители смогли найти для себя что-то интересное, особенно те, кто, в общем-то, в этой сфере задействован. А я напомню нашим телезрителям, что сегодня в нашей студии был Сергей Крылов, начальник отдела контроля за экономической концентрацией и торговой деятельностью Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин